Усилить борьбу с продажей поддельных сигарет поручил Алексей Лагвиненко Управлению торговли и городской полиции. В качестве успешного примера такой работы глава администрации привел борьбу с незаконной торговлей овощами и фруктами. В центре города с земли, из коробок их уже не продают. Теперь задача убрать и незаконные табачные ларьки. Их называют блуждающими. Владельцы ставят ларек, где им хочется, его обнаруживают проверяющие и дают два положенных по закону дня на закрытие. Но за эти два дня там успевают продать табак. И ситуация повторяется. По нашим прогнозам, порядка 50-70 все-таки будут блуждающих. По ним информация, естественно, есть о лицах, потому что мы павильоны возвращаем конкретному лицу. Он заполняет объяснения, есть его паспортные данные. Мы эти паспортные данные, данные о лицах готовы предоставить. Вы взяли павильон, изъяли. Но товар-то никто не девается. Скажите, а почему у этих павильонах не изымается контрафактная продукция? Почему табак весь не изымает? Изъять товар можно только во время рейда с правоохранителями, рассказывает начальник управления торговли. А за год в Ростове провели всего один рейд с МВД. Также на расширенной планерке обсудили освещенность улиц. Обычные лампы заменили светодиодными. На дорогах, улицах и в парках новых экономных 38 715 штук. Однако в реестре недоосвещенных участков города еще полторы сотни улиц. Еще один вопрос совещания – развитие предпринимательства. В дополнение к федеральным были приняты муниципальные меры поддержки. В том числе снижение ставок аренды земли и имущества и отсрочки уплаты за нее, что сэкономило бизнесу 300 миллионов рублей. По итогам 9 месяцев мы видим рост общего количества малого и среднего предпринимательства, числа субъектов. При этом количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 1200 единиц. Число зарегистрированных самозанятых ростовчан уже достигло 54 тысяч человек. Это на 48 процентов больше, чем в начале года. По данным опросов, больше половины предпринимателей, несмотря на санкции, планируют развивать свое дело. Благодаря муниципальной поддержке в Ростове в этом году создано 193 новых бизнеса. Еще 205 граждан смогли стать самозанятыми. Дарья Гаркова, Андрей Токарев, Первый Ростовский.